Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую случайных зрителей, подписчикам, крепко жму руку. В этом видео мы с вами будем распаковывать еще одну огромную посылку. На этот раз я обойдусь без конкретизации темы данного видео, потому что посылок очень много, объединить их одной темой точно нельзя. Но все они пришли с сайта AliExpress. И вся посылка оценена продавцом в 23,89 доллара. Общий вес посылки 1,626 грамм. В дескриптене написано абстрактная Bike Wall Hanger. Но на самом деле, я думаю, это не совсем то, что там внутри. Точнее, относится только к одной из посылок. Ну что ж, а мы сразу после заставки канала приступаем к распаковке данной посылки. Погнали! Итак, у нас огромная посылочка. Так как я не в перчатках, я ее буду открывать достаточно безопасным способом. Просто надрежу ножницами и достану ее содержимое. Так, а я начинаю извлекать посылки из недр. Одна, две, как из рога изобилия, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну и пока что это все. Девять посылок внутри. Что ж, а в этом видео мы с вами распакуем только одну из вороха причетчих посылок. Достаточно посылка тяжелая, что-то там такое внушительное, металлическим звоном. По-моему, как всегда, во всех этих посылках не было описания дескрипшен. То есть я сразу не могу понять, что у нас здесь. Тем не менее, вы сейчас на экране видите описание этого лота. Стоимость в рублях, в долларах, время за которое посылка до меня дошла. И я приступаю к распаковке посылки под вашим бдительным взором. Смотрим, что у нас здесь. Так, отлично. Вот такой большой пакет. Так, внутри пакета у нас я вижу большое количество всякого метита. Металлических изделий, так скажем. А если быть точным, это у нас оси складывания для электросамокатов Xiaomi. Но это у нас оси складывания не для Pro-версии, а для M365 простого. Ось складывания у Pro-версии у нас немножко отличается. Так, ну здесь придется все пересчитать, по всей видимости. как минимум. По 10, соответственно, черных и серебристых все добрались в целости и сохранности. Собственно говоря, что им будет? Соответственно, в пересчете на единицу товара у нас все это дело стоит вот столько. Вы сейчас видите расчет. Вот, насколько это выгодно, конечно же, решать вам. Если кому-то вдруг понадобится ось складывания, можете переходить по ссылкам в описании к видео. Там я ухожу ссылки на приобретенные мной лоты. Но сразу делаю замечание, что при покупке на распродажах, а я, естественно, приобретал такое количество на распродаже, там будет все намного выгоднее. Так что не удивляйтесь, если вы перейдете по лоту, и там будет цена немножко другая. А это, скорее всего, цена вне распродажи. Вот, соответственно, добавляйте в корзину, ждите некоторое время, наблюдайте за изменением цены. Как только начнется распродажа, возможно, цена станет такой же выгодной, по которой, собственно говоря, купил и я. Прямо в этом видео мы с вами распакуем только одну посылку с целого вороха пришедших мне сегодня товаров. Посылка будет из себя представлять вот в такой вот пакетик. И снова без description. Тем не менее, в данный момент вы видите описание данного лота. Стоимость в рублях, в долларах, время, за которое посылка добралась до меня. Вот, можно, соответственно, поизучать. Конечно же, все ссылки на товары, как всегда, ищите в описании к видео. Ну, а я приступаю к распаковке посылки. Сейчас мы рассмотрим ее содержимое более подробно. Возможно, оценим качество. Ну, и решим, стоит ли или не стоит приобретать данный товар. А в данной посылке мне пришли снова оси складывания. Но на этот раз эти оси ко мне пришли для электросамоката Xiaomi Xiaomi 365 Pro или просто Xiaomi Mijia Pro. Отличие, соответственно, этих осей для Pro у нас в том, что немножко здесь ее доработали. Как вы знаете, в классической оси складывания у нас резьба доходит вот примерно досюда. Соответственно, при критических нагрузках на это место, как раз-таки ось не выдерживает именно в месте окончания резьбы. Очень часто трескается. Поэтому в Pro что сделали? Очень просто. Изменили расположение резьбы, сделали ее очень короткой. Ну и, соответственно, крепящий элемент у нас представляет из себя просто шляпку. Не знаю, какие-то у меня здесь есть подозрения по поводу качества резьбы, потому что я не могу руками закрутить шляпку на резьбу. Такое ощущение, что с резьбой есть некоторые проблемы. Не уверен, что вполне могу порекомендовать именно данный лот. Возможно, я в описании под данным видео размещу ссылку на какого-нибудь другого продавца с отличным качеством резьбы. Хотя, возможно, под усилием здесь, в принципе, можно это вполне себе все закрутить. Давайте посмотрим какую-нибудь другую. Из них не факт, что все они такие. Ну, вот здесь вот она уже закрученная. В общем, вот такой вот недорогой, в общем-то, товар. Соответственно, сами думайте, приобретать ли у данного продавца. На всякий случай ссылку на данного продавца я также размещу. Но там в скобочках напишу, что качество резьбы данного мне как-то не очень понравилось. Все, на сим я не буду затягивать данное видео. Любые вопросы, которые у вас появились, смело задавайте в комментарии под видео. Я же вас благодарю за просмотр видео до конца. В конце у меня, как всегда, формальность. Спонсорами этого видео являются международные площадки Алиэкспресс Тимол Джербес. Список лучших товаров, по моей версии, как всегда, ищите в описании к видео. Естественно, кому видео понравилось, не забываем поставить лайк. Кто не подписан на канал, обязательно подписываемся. Нажимаем на колокольчик. Я же вам желаю исключительно позитивных эмоций от ваших поездок на электротранспорте, минимума поломок и дорожных происшествий. Все, всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok